В эфире наши новости в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Ситуация на реках края пока не является критической. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС после облета территорий, находящихся под угрозой подтопления. Это устье реки Алей, Чирыш и Чумыш. На особом контроле у спасателей Рубцовское село Белоглазово Шипуновского района, где в ближайшие сутки возможен подъем уровня воды в Чирыше. Как показал мониторинг, это связано с частичными ледяными заторами на реке. Наблюдается заторное явление в районе населенного пункта Захарова, Рубцовского района. Вода проходит через пойму реки и она сильно не влияет на ухудшение обстановки. В целом обстановка находится под контролем главного управления. Силы и средства главного управления МЧС России находятся в режиме повышенной готовности. В случае выявления спасателями особо опасных участков потребуется проведение взрывных работ, а пока специалисты напоминают гражданам, проживающим в зоне риска подтопления, о необходимости соблюдения правил безопасности. Он правила не соблюдал, за что и попал на скамью подсудимых. Бывший руководитель микрофинансовой организации «Сибирская народная казна» Роман Тюленев не признал своей вины. Таким сегодня стало последнее слово подсудимого на очередном заседании. Мужчину обвиняют в мошенничестве, в результате которого несколько пожилых людей Барнаула лишились своих жилых площадей. Квартирный вопрос еще одной пенсионерки напрямую зависит от приговора суда. Анастасия Дороган далее. Заседания, может, и идут, но приговор, виновен бывший руководитель микрофинансовой фирмы в мошенничестве или нет, не выносят почти год. Все это время адвокаты доверчивых пенсионеров Барнаула вынуждены наблюдать, как их подзащитные теряют квартиры. Сейчас в опасном положении Алифтина Веснина. У нее отсрочка по выселению до 1 мая, с одной стороны. При остановлении гражданского иска у нас по другому делу с Весниной, по признанию сделки недействительной. И все эти обстоятельства зависят от внесения приговора и вступления его в законную силу. В прошлом году Веснина взяла крупный кредит в микрофинансовой фирме «Сибирская народная казна». Вместе с общей документацией подписала и договор купли-продажи своей квартиры. Ей объяснили, что это просто гарант возврата займа. Через несколько месяцев в исквитанции ЖКХ женщина узнала, что квартира уже не ее. Сейчас идет два суда. В одном адвокаты пытаются признать недействительным договор купли-продажи квартиры, в другом – доказать мошенничество бывшего главы фирмы Романа Тюленева. Смотрят они все, он и его свидетели, смотрят нормально, но ложные показания дают. Только ложные показания в разрез с моими. За год стресса. Она потеряла здоровье, а 1 мая лишится квартиры. Куда съезжать – не знает. Родных у женщины нет. Сам Роман Тюленев о судьбе бывших клиентов думать не хочет. До свидания, Анастасия. Зато язык тела мужчины крайне красноречив. Напомню, это уголовное дело. Роман обвиняют в мошенничестве, а прокуратура настаивает на наказание в виде пяти лет лишения свободы. Нас в зал не пустили. По официальной причине, чтобы съемка не смогла повлиять на последнее слово подсудимого. Сегодняшнее заседание было самым коротким – пять минут. Провели его для последнего слова подсудимого. Оно тоже было кратким. Свою вину не признаю. Надеюсь, на адекватный и справедливый приговор. Следующее заседание назначено на 11 апреля. Сторона защиты надеется, что суд наконец поставит точку в этом деле. И Левтина Веснина – одинокая 73-летняя женщина останется жить в своем доме. Анастасия Дорога, Николай Шелко. Наши новости. Пожилые люди – основная нажива мошенников. И на что только не идут злоумышленники, чтобы выманить деньги. Например, представляются сотрудниками налоговой службы. С пенсионерами они связываются по телефону, говорят, что человеку полагается перерасчет пенсии, и якобы для этой процедуры необходимо оплатить налог. Далее лжесотрудник налоговой службы диктует номер счета, на который доверчивые пенсионеры уже перевели несколько тысяч рублей. Как сообщают в управлении Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю, налог за перерасчет пенсии не удерживается. В случае, если с вас вымогают деньги, необходимо сразу же обратиться в полицию. А жители дома на улице Воровского уже куда только не обращались, но так и живут с дырявой крышей. И это при том, что суд обязал управляющую компанию откапиталить кровлю. Однако сроки ремонта постоянно сдвигаются. Когда снег таял, тут вообще река текла. И затекает теперь вся стена балконная. Я боюсь, балкон отвалится. Квартиру пенсионерки Веры Афанасьевны заливает так, что по комнатам можно передвигаться вплавь. Особенно весной, когда тает снег. Спасают ведра до тазики, они порой наполняются за пару часов. Дожди льют с потолка у всего пятого этажа. В 2013 году жильцы подали в суд на управляющую компанию. Дела выиграли. Но уже прошло 7 лет с вердикта суда, а крыша до сих пор в дырах. Течет вот именно так. Уже два года конкретно. А то только сырело, мокруши, какие-то сороконожки. Всю зиму падают на голову сырость, плесень. Продолжаем выпуск. Пятилетний мальчик получил серьезную травму головы. Ребенок упал с трибуны ледового дворца Карандин-Арены. Это произошло во время хоккейного матча. Ребенок находился с мамой, а его отец в это время играл на льду. На видеозаписи зафиксирован сам момент падения. ЧП произошло из-за отсутствия необходимого ограждения на трибунах. Кстати, это четко видно и на фото. В Следственном комитете заведено уголовное дело. Устанавливают обстоятельства происшествия. Также следователи в ближайшее время проверят Карандин-Арену на соблюдение всех требований безопасности. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного пунктом Б, части 2, статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья, совершенной в отношении лица недостигшего шестилетнего возраста. К другим темам. Барнаульского производителя крафтового пива могут оштрафовать на 150 тысяч рублей за оскорбительную рекламу. Антимонопольная служба проводила в интернете опрос, чтобы определить, считают ли ее непристойной. Дарья Эйде-Миллер вспомнила прецеденты, когда алтайские компании, рекламируя товар, буквально ходили по лезвию ножа. Ей слово. Вот это изображение вызвало массу споров. Общественность разделилась на два лагеря. Тех, кто считает такой образ креативным и оскорбившихся. Конечно, она не оскорбляет мужчин, которые готовы поддержать друг друга репостом и лайком. Эта реклама оскорбляет женщин. Удивительно, что это спорный вопрос. Люди должны сами фильтровать информацию, поступающую к ним, а не перекладывать эту обязанность на государство и не требовать от других аналогичной позиции. Кто-то оскорбился. Ну, фильм «Пятьдесят тенков серого» гораздо более оскорбительный в этом ключе. И что-то я не помню. Толпы людей с лилами около кинотеатров. Антимонопольная служба провела опросы в интернете, а на сайте ведомства и в социальных сетях. Своё мнение выразили 63 тысячи человек. 58% проголосовали за то, что реклама их не оскорбляет. При этом в числе оставшихся 42% больше половины были женщины. И этот факт, пожалуй, стал решающим, чтобы дело о нарушении закона о рекламе всё же завели. По итогам рассмотрения дела ответчику выдано предписание о прекращении распространения данной рекламы в сети интернета. По нашим данным, в настоящее время нарушение уже устранено, и ненадлежащая реклама не распространяется в социальных сетях, в сети интернет. Мы не делали рекламу пива, мы делали именно этикетку. Это две большие разницы, как говорят у нас в Одессе. Потому что на рекламе мы не позволили бы вообще себе каких-то таких экзотических ходов. Сейчас Уфас готовится возбудить административное производство за распространение ненадлежащей рекламы. Предпринимателю грозит штраф до 150 тысяч рублей. Напомним, что скандальная реклама уже не раз привлекала внимание общественности и надзорных ведомств. Например, креатив на грани одного из фитнес-центров регулярно становится предметом разбирательств. За постер бургерной, который уже не работает компанией, пришлось сначала убрать рекламу, а затем заплатить за не около 20 тысяч рублей штрафа. А классикой шокового маркетинга, пожалуй, стал вот этот слоган. Речь в нем шла о пылесосах. Кстати, Федеральная антимонопольная служба тогда на провокационное признание никак не отреагировала. Дорида Миллер, Алексей Фризин. Наши новости. Новый случай из живодерства. В Алтайском крае мужчина на снегоходе пытался задавить дикого волка. Снял это на телефон и выложил в сеть. Прокуратура обратила внимание на видео и теперь проводит проверку по факту жестокого обращения с животными. Ну что, дружище? Что, х**а? Ай! Да? Это видео успели сохранить, хотя живодер поспешил удалить его из своих соцсетей. На записи видно, как он издевается над волком, придавленным снегоходом. Как заявили в прокуратуре, уже установлено, что видео выложил на своей странице житель Новоалтайска. Предполагается, что мужчина занимался браконьерством. В запрещенные сроки, без разрешения. Это, как и жестокое обращение с животными, уголовно наказуемо. Проверку совместно с прокуратурой проводит полиция и Министерство природных ресурсов и экологии края. Добавим, что случаи живодерства на Алтае нередкость. Два года назад в Барнольском поселке Южный школьники жестоко убили несколько котов. И случай в Бурлинском районе прогремел на всю страну. Сестры отрубили котенку голову и выложили запись в сеть. По закону за жестокое обращение с публичной демонстрацией этого, в том числе в интернете, грозит до пяти лет лишения свободы. Человек-паук. В Барнауле появился свой супергерой. Он ведет борьбу с неправильно припаркованными автомобилями. В разных местах города находят технику, нарушающую правила стоянки, замотанную в прозрачную пленку. Вероятно, так неизвестный герой хочет привлечь внимание к проблеме и проучить владельцев автомобилей, не соблюдающих правила дорожного движения. Имя Человека-паука неизвестно, а вот имя лучшего вожатого края сегодня назвали. В Барнауле прошел ежегодный слет детского молодежного движения Алтайского края. В краевую столицу съехались представители волонтерских союзов, школьных дружин и прочих объединений. В течение трех дней 11 конкурсантов проводили викторины с детьми и мастер-классы, показывали свои методические наработки и учебные программы. По словам участников, в жюри оценивало буквально все, ведь вожатый должен быть многостаночником. Ораторское искусство, то есть мы должны уметь говорить, мы должны уметь петь, танцевать, мы должны, как я уже говорил, работать с детьми. И даже в какой-то ситуации может быть такой экспромт, то есть показать свой. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Черника Форте «Эвалар» – самые популярные витамины для зрения. Это максимум черники лютеина и омега-3. Черника Форте для всей семьи. И даже детям с трех лет. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В субботу в крае переменная облачность. В отдельных районах возможен дождь, мокрый снег. В Камнино-Аби, Заринске и Изминогорске – около 2 градусов выше 0. До 5 в Белокурихе и Олейске, в Славгороде – плюс 9. В Барнауле возможен дождь, ночью – минус 2, днем – 3 градуса тепла. Напоминаю, телефон редакции 722-440. А у меня на этом все новости. До встречи.